Я календарь, я календарь, я календарь, я календарь. Приятного аппетита. Я думаю, двое моих самых преданных фанатов, то есть мои родители, наверняка заметили, что что-то видео сегодня как-то не вышло. Ну, точнее, оно не вышло в срок, сейчас-то оно вышло, да? Слом четвертой стены как бы выходит такое. Сегодня намечался у меня ролик, на который я потратил много сил, стараний, крови, пота других жидкостей, но всё пошло через жопу. Эта история называется, как один Олег пытался загрузить на YouTube 90 гигабайт видео за одну ночь. Надеюсь, вам понравится эта история, потому что это очень автобиографичная история. Эта история про меня сегодня ночью. Вначале была идея. Куда же без идеи? Ко мне пришла мысль, а что если устроить себе челлендж в Geometry Dash? Geometry Dash сейчас, в общем-то, очень даже на пике своей популярности. Я решил пройти 24 демона за 24 часа. Согласитесь, крутая кликбейтная идея, и если я ещё и не обосрусь с реализацией, то вдвойне круто. И как только я записал весь материал, я понял, что у меня есть небольшая проблема с количеством памяти на моём компьютере. И на жёстком, и на мягком, то есть, ну, твердотельном диске. На обоих дисках осталось гигов по 10-15 после того, как я полностью их загрузил, так сказать, материалом для этого ролика. Это важно. Это придаёт ещё больше тупого панчлайна этой истории, поэтому это в какой-то мере важно. Сел я за монтаж где-то, ну, в начале этой недели. В понедельник, во вторник как-то так. И, собственно, как и в остальные дни, вчера, в четверг, я пришёл из школы где-то в 4 часа дня, и практически сразу же там поел, я не знаю, что там ещё поделал, короче, полчасика где-то сел за монтаж. Сразу же сел творить, собственно говоря. Надеялся закончить всё это дело где-то, ну, до 12, может быть, до 2 часов ночи. Я очень рассчитывал, что я закончу, лягу спать, с утра там проснусь, я не знаю, быстренько сделаю превьюшку, всё залью, всё будет топово. Ну и, собственно, в мои планы входило сначала сделать первым пунктом видео, которое я потом выложу с доступом по ссылке, которое будет включать в себя исключительно вот просто нарезку всех уровней победных попыток, которые я прошёл подряд. Короче, я прошёл много уровней, и все, естественно, не получилось бы вставить в ролик основной, который я собирался выложить в общий доступ. А хотелось показать все уровни, которые я прошёл в тот день. Так вот, где-то к 8 часам вечера я закончил вот компилировать эти все уровни подряд. Там вышло где-то как раз на полчаса или чуть больше. И так как я хотел, чтобы это было, ну, просто в великом качестве, ну, мне нужно было максимальное качество, максимум просто я должен был высосать из этого Вегаса, который был возможен. Я решил, что офигительной идеей будет поставить настройки рендера таким образом, чтобы битрейт всегда был на максимуме просто. Я там, не знаю, 3 миллиарда там битрейт поставил просто. Там такое количество битрейта было. Я никогда такого битрейта нигде не видел в советах, никаких, я не знаю, мне кажется, 280 тысяч ка надо какой-то рендерить, будет с таким битрейтом, какой я там выставил. Ну, чтобы качественно было, понимаете? Я не хотел, чтобы пиксели вот эти противные везде появлялись, которые все время, когда я при обычной настройке рендера рендерю, появляются какие-то всратые пиксели, меня они бесят. Я решил их избежать таким вот экстравагантным способом. Дебил. Я решил с такими настройками зарендерить одну минуту записи, чтобы посмотреть, хватит ли мне вообще дисков, и понял, что одна минута весит почти 2 гигабайта. Поэтому мне пришлось распрощаться на своем компьютере со многими играми, в которые я уже не играл, которые я прошел, которые я не собираюсь проходить. Короче, со многими играми пришлось попрощаться, в том числе с GTA 5. All around me are familiar faces. Я, конечно, в нее не заходил с мая 2020, но все равно... Places, worn out faces. И после этой очень жесткой чистки у меня на жестком диске таки освободилось 120 гигов, которых, по моим расчетам, с головой хватало для того, чтобы зарендерить это мое очень высококачественное видео. И, собственно, с того момента, как я нажал на кнопку рендера, все у меня понеслось по жопе. Всего в сумме видосик этот рендерился 3 часа, что для получасового видео, ну, нифигово вообще. Но качество, безусловно, меня устраивало. Я прям себя мог сравнить чуть ли не с Nexus каким-нибудь по качеству видео. Хотя нет, с Nexus нет, тут как бы... это вообще нет, это недостижимая высота. Но картинка была хорошая, лучше, чем раньше. И после того, как я, собственно, зарендерил этот 30-минутный ролик, я решил посмотреть, сколько он весит. И он весил 60 гигабайт! 60! Нет, на тот момент ни нотки сомнения в своих действиях, и я не наблюдал. Все было окей, все шло по плану. Ровно до того момента, пока я не поставил этот ролик, собственно, выгружаться с компьютера на YouTube. Сказать, что это было... долго? Да, это было долго! Если чё, заспойлерю заранее. Он загружался на YouTube 6,5 часов. Естественно, я решил, что не буду ждать, пока он загрузится на YouTube. И доделаю пока что основное видео в монтаже, потому что его тоже нужно сделать до сегодняшнего дня. Его тоже нужно сделать за ночь, пока я не пошел в школу. Но у этого 30-минутного видео была еще одна функция, которую я для него заготовил. По моему плану, этот долгий ролик должен был показать, на каких из пройденных мной уровней будет музыка с авторскими правами, чтобы эту музыку, собственно, не использовать. И как вы понимаете, я не мог дождаться, пока это видео загрузится на YouTube, а, соответственно, я не мог знать, какая музыка имеет авторские права, а какая не имеет. Время близилось к 3 часам ночи. Я решил проверить, есть ли на той музыке, которая присутствует в основном ролике, авторские права. И камнем преткновения стала одна музыка. Одна музыка, которая идеально вписывалась в то место, где она находилась. Просто идеально. Мне было обидно чуть ли не до слез, честно говоря, но делать было нечего, я стал искать ремикс на YouTube. Однако все, что я нашел, это... Как бы это так описать-то? Как бы берут эту музыку и совмещают с совершенно другой. И вместе, как бы, они составляют уже новую музыку. И так как эти две музыкальные композиции были от одного и того же автора, и были сделаны в одном и том же примерно темпе, они очень хорошо сочетались. Однако обе были с авторскими правами. Но, по простой логике, если две музыки совмещаешь вместе, то, как бы, мозги алгоритмов YouTube'а должны вроде как сломаться и не различить там какой-то копирайт. Собственно, вместо обычной музыки я подставил этот ремикс. Затем вырезал этот фрагмент из ролика, отрендерил его, залил на YouTube, чтобы проверить таким образом, найдет ли эта корпорация там авторские права. Теперь уже, когда я сделал такой ремикс, точнее, его сделал не я, конечно, но я его взял, а на ролике, на котором он был сделан, не было клейма об авторских правах. То есть, не было вот этой меточки снизу, что вы, как бы, гондон. Используете чужую музыку, тварь, не по назначению. Мы вас теперь закопаем. Заливаю я фрагмент этого видео с ремиксом. И, внимание, YouTube находит на этом фрагменте вторую музыку. Ту, с которой совмещена была первая, чтобы на ней не нашлись авторские права. То есть... YouTube не нашел ту музыку, от которой я пытался избежать авторских прав, но нашел ту музыку, проблем с которой я даже... не видел, вообще, даже в ближайшем будущем. Хорошо, захожу в программу для монтажа, повышаю процент громкости первой дорожки, на которой находилась первая музыка, чуть-чуть понижаю громкость дорожки, на которой находилась вторая музыка, рендерю заново, заливаю на YouTube, жду, пока пройдет проверка, и в этот раз YouTube находит первую музыку. Да, ту первую музыку, от которой я пытался отгородиться этим ремиксом. На сей раз я сделал первую музыку потише, а вторую еще чуть-чуть погромче. Я хотел найти баланс. Я хотел найти баланс, в котором YouTube не различит ни одну, ни вторую музыку. Офигенный план! Однако в этот раз YouTube вовсе решил мне не отвечать, есть ли у меня авторские права на этом ролике. Он просто говорил, что ну короче, идет проверка, вот уже три часа просто, миллиард лет идет проверка, а мы вам до конца не скажем итоговый результат, есть там какие-то авторские права или нет. Я решил, что хрен с ним, удалил этот фрагмент с YouTube, и решил прибегнуть к другому методу избежания авторских прав. Я решил накинуть на музыку эхо, реверберацию. Я видел такое у других ютуберов, им это помогало. Почему это не должно помочь мне? Я накинул реверберацию, отрендерил этот фрагмент видео с этой аудиодорожкой с реверберацией, залил это на YouTube, дождался пока пройдет загрузка и проверка, и YouTube опять нашел авторские права на этом сраном фрагменте. Понимаете в чем дело? Я уже в этом мясе из эхо не особо различал музыку, а YouTube различил! Для примера того, что я сделал, вот как звучала музыка в оригинале, а вот что из нее сделал я! Я бы на месте алгоритмов, уже как бы дал мне спокойно жить, но... нет. Время 4.20 утра. По заветам синего кита, уже как бы пора выходить в окно. У меня полностью сгорает жопа, и я начинаю записывать аудиофайл, в котором я просто по-черному ругаю, матерю как не в себя, эти сраные авторские права. критикую их с точки зрения того, что это тупое говно и тупого говна, потому что мне осталось спать 2,5 часа, а я до сих пор даже не домонтировал, из-за того, что я не могу избежать этих авторских прав, и все меня задолбало, я просто сейчас уже зарендерю, как выйдет, все, я сейчас еще большую реверберацию на эту же дорожку накину, зарендерю, как зарендерю, залью на ютуб, будет этот копирайт, так значит будет этот копирайт, все, мне все равно, я слишком сильно заколебался. Я зачем-то решил вставить эту хрень в видео, то есть смотрите, буквально, вот идет Джомми 3дэш, вот идет Джомми 3дэш, а здесь тупо полторы минуты маток, боли, слез и крови, нахрена я это вставил в видео, я не знаю. Но на тот момент это был просто, это была секунда отчаяния и безысходности, когда мне просто было непонятно, как сейчас выкручиваться, и поэтому я делал максимально абсурдные вещи и принимал максимально абсурдные решения. В половину шестого я полностью закончил монтаж и поставил ролик рендериться, а сам пошел спать. Проснулся я в 7 часов, к этому времени видео уже ожидаемо зарендерилось, я поставил его заливаться на ютуб и пошел там делать утренние дела, там умываться, знаете, зубы чистить, вся фигня. Когда я пришел, собственно, сделав все свои дела, казалось, что Эд Бандурина будет загружаться на ютуб 3 часа, потому что, если предыдущий файл весил 60 гигабайт, то этот весил 30. Время 7 утра, а мне нужно выйти из дома уже в 8. Загружаться, это чудо, будет 3 часа. Что-то не сходится. Собственно, к тому моменту мне ничего не остается, кроме как написать пост о том, что, похоже, мне придется доделать ролик, когда я уже вернусь из школы и его увидят все часам к 6. Я написал этот пост и со спокойной душой пошел в школу. Ну как со спокойной, я чувствовал себя виноватым, но, как бы, я уже предупредил людей, чуть менее виноватым я себя чувствовал. Однако по пути в школу я вспомнил все, что я смонтировал, я вспомнил все фрагменты, которые я там присобачил друг к другу, я вспомнил эту ужасную музыку с реверберацией. Я решил, что возможно, возможно, стоит просто перенести этот ролик. Я решил, что лучше сделать его лучше, чем он есть сейчас и уже во вторник залить его во всей красе, чтобы он был просто шикарным, чтобы я им точно гордился. Так я сделал, когда я пришел в школу, я удалил первый пост и написал второй о том, что сегодня выйдет разве что вот это видео и раз оно вышло, я рад, что хотя бы оно вышло. Здравствуйте, привет! Как вам эта моя крутая история? Напишите в комментариях. На всякий случай скажу, я это видео делаю ни разу не с целью как-то поныть в камеру в очередной раз, а то мне кажется у меня уже в ваших глазах какой-то образ сложился. Нет, просто в моей жизни возникла трудность и я понял, что я могу рассказать об этой трудности интересно. Ну, в достаточном... Я надеюсь, вышло интересно. Я вот просто сейчас вслух озвучиваю, что я пытался на YouTube буквально загрузить 90 гигабайт видео за ночь. 90 гигабайт. Ладненько, в общем, я не знаю, если вам понравилось, лайкосики ставьте, если не понравилось, дизлайки ставьте, потому что в принципе вполне заслужил, облажался с видосом. Бывает. Shit happens, как говорят в этот... в Великобритании. Вы были на канале Северполюс, вот такая вот история со мной произошла сегодня ночью. Я спал полтора часа, так что сейчас я это домонтирую и, наверное, буду как раз-таки, ну, доделывать то, что не успел начать сегодня ночью. Спать, наконец. У меня стрим будет завтра, так что заходите. Вот. Наверное, будет интересно. А может быть, будет неинтересно. Но вы все равно заходите. Давайте всем до скорого. Пока.